Добрый вечер всем еще раз. У нас Team Tinker против команды Ninja в пижамах. Это ответная игра. Это катка Best of 3. На данный момент Ninja в пижамах выигрывают 1-0. Они терпели всю прошлую катку, а теперь вырвались вперед. И получилось у них очень быстро снести своих оппонентов. Как-то справились, ну, одним махом. Нормально приняли 1 файт, развалили минус 3, потом еще минус 3, а потом команда Team Tinker не очень поняла, как у них рассыпался топ-лейн, и все посыпались по игрокам. Team Tinker пошли, я так понимаю, ва-банк. Решили взять героев не самых стандартных для себя, но при этом относительно универсальных. Никс Ассасин у нас появляется все чаще в последних пиках, и теперь Никс Ассасин у нас в составе команды Team Tinker. Тренд Протектор также для тинкеров. Ну, Нинди в пижамах ничего особенно не выдумывали. Лину взяли, как и в прошлой катке, скорее всего, для лимпа Skyros Mag. Тоже был в прошлой игре. Ну и Магнус здесь. Теперь Магнус вместо Энигмы. Я думаю, Йонас Умфан знает, что делать на этом персонаже. Энигму Team Tinker забанили, не хотят видеть этого героя. Ну, у Магнуса такой же, иди сюда, как и у Энигмы. Скилл примерно похож. Поэтому разница невелика вообще. Тем более, Магнус более живучий, и Магнусу легче фармить, чем Энигме. Просто стой на лайне и шоквейбами отбрасывайся. Все. Не проблема. Ниндзи в пижамах. Найт Сталкер последним пиком. У меня есть подозрение, что Эра будет играть у нас на Джаггернауте, а Найт Сталкер у нас будет саппортом. Это будет Хэн Скин на Найт Сталкере. Он уже неоднократно играл на данном герое. Саппортил у нас Джаггера. Сложно пойдет в Магнус на мидлейн. Скорее всего, отправится Лина для лимпа. Ну, и Эра в паре со Скайра с Магом и Найт Сталкером будет фармить низ. Магнус отправится на топлейн. Team Tinker. Тренд протектор. Я думаю, что будет у нас саппортить того, кого сейчас выберут. Ниндзи в пижамах забанили у нас Фандом Лансера. Ну, есть еще много всяких интересных ребят. Начиная от Войда, заканчивая Спектрой, Антимагом предостаточно. С Мейн Керри, собственно, выбирай любого вообще. С Лардар есть тоже, в принципе, неплохая такая вещь. Более-менее живучая. Посмотрим, 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 посмотрим. Какой-то глобал страты серьезной от команды Team Tinker нет, поэтому и Керри может быть, в общем-то, универсальным. Просто таким бей-беги. По типу вот того же Фантом Лансера, которого забанили. Ну, у меня есть подозрение, что появится здесь кто-то вроде либо Спектра, либо, может быть, Team Tinker вообще осмелеют и выберут Антимага. Хотя тут, конечно, Антимагу непросто будет против того же Найт Сталкера, против Скайрос Мага. Миллион Сайленсов, поэтому попробуй сбрось. Один сбрасывает Манта Стайл, а что делать дальше? Дальше терпеть. Ну, есть всегда Войд. С Ларка забанили у нас уже. Короче, говорят, что гадать вообще. 15 секунд ждем и смотрим. На Спектру все равно ставлю. Как-то верится мне больше в нее. Медуза. Тоже неплохой вариант. Блэк на Медузе. Пайлайдай забирает себе Леона. Флоу будет играть у нас на Никс Ассасине. Койква берет Шторм Спирита в мид. И Пинг Панда забирает себе Тренд Протектора. Со стороны команды Тинкер Блэк будет фармить на Медузе. Блэк умеет фармить, а фармить на Медузе Блэк умеет еще лучше, чем просто фармить. Вот. Ну и давайте на Нипов посмотрим. Хэнскин таки забирает себе Найт Сталкера. Юна Сумфан будет на Магнусе в сложной. Тут ничего нового нет. Силкет будет играть на Скайрос Маге. Лина. Опять же, для Лимпа и Эра будет играть на Джаггернауте. Ну и рожа у тебя Джаггернаут. Флоу отправляется в сложную со стороны Тинкеров. Никс Ассасин уже приобрел себе тапок. Есть у него танго. Быстро бегай, долго живи. Ну что, неужели Эра в соло заберет у нас руну? Никто даже не придет биться за нее. Ну а на топ-лейне Хэнскин стоит уже готов, я так понимаю, кого-то здесь цепануть. Блэк топчется, топчется. Хотя да, Блэк у нас топтаться по факту не может. Просто делает движение то вперед, то назад. Ну и что, команда НИП забирает руну на топ-лейне. Берет ее Лина, которая отправляется на мид, а Джаггер внизу забирает баунти руну. Все, что можно было выиграть на ранних минутах, команда НИП выиграла. Тинкеров где-то там запал, немножко пропал. В итоге Койква отправляется на топ-лейн фармить. Есть нул талисман, есть танго. А на мид-лейне будет у нас фармить Блэк. С Блэком стоит здесь Пинк Панда на тренд протекторе. Хэндскин рядом с Лимпом. Дабла что у Тинкеров в миде, что у НИПов. Хэндскин в итоге отправляется на топ-лейн и прямо по пятам бежит Пинк Панда. Куда идет Хэндскин, непонятно. Сейчас Блэк развернулся бы и можно было бы встретить Найт Сталкера. Хэндскин просто бегает по лесу от тренд протектора. Какая интересная игра. Так, у нас Никс уже на лоу хп, у нас Леон на лоу хп. Где вы там деретесь, пока я догонялки, я смотрю, от одной и от другой команды. У Магнуса Скьюер, Шоквейва у Йонаса Фана нет. Вот, наконец-то, Хэндскин где-то поближе оказался. Ну и все, вроде как размялись немножко. И немножко пыл свой поумерили. Пинк Панда дальше за Хэндскином. 345 здесь и 350 здесь. Слушайте, ну интересно, да? И что такая игра? Вроде как-то забавно даже, да? Класс, класс. Оно того стоило. На кону вылет из Лузер Брэкет команды НИП и Тим Тинкер сконцентрировались полностью на Пинк Панде и Хэндскине. Их побег вокруг Ёлочки. Вводят хороводы. Пока что все это бесполезно. Почему Хэндскин здесь непонятно. Хэндскин в итоге не получает ни экспириенса, ни золота. Лим пришел настрелять у нас по Блэку. Еще один удар и это Ферст Блэк. Блэк просто вообще на тупом. Иначе не скажешь. Забрал Лину без вопросов. Один Мистик Снэйк и Лина Бедняга. Отправляется в таверну. Две минуты и первый фраг для Тинкеров. Они выигрывают уже 500 по голде. По экспе проигрывают сотню. Магнус на сложной. 0-0 у Магнуса по Крипстатам. Не подпускают вообще. У Койквы 15 на 7. Не дает возможность Йонусу Мфану хоть что-то заработать. Еще и накаляет его здесь Пайлайдай. Все, что можно было вкастовать, уже вкастовал. Маны практически нет у Лиона. Ну и понятно, что и с руки у нас Пайлосом Фан нормально наваливает. Койква тоже с Магнуса не слазит. Флоу на сложной линии. Та же история, что и у Магнуса. Ноль Крипов убито. Ноль за Денайна. Фармит здесь в это время Эра. 17 на 10 у него. Ну ровненько идут. 17 у Койквы. 18. 18 у Эры. Очень ровно. Сложная. Оказалась вообще невывозимая. Что для одного коллектива, что для другой. Флоу можно здесь пытаться ловить. Правда, маны совсем нету. Скайс Мага. Ну, опять же, тут не без заслуг Флоуа. Блэк опять у нас на лимпа выходит. Ничего Блэк здесь не боится. У него все хорошо. Он уже один раз наказал Лину. Я думаю, сможет и второй раз. У Блэка 15 на 5. Крипстат у Лины 16 на 2. Даже несмотря, что на ФБ слилась у нас Лина. Фармить ей немножко полегче. Все-таки здесь и Драгон Слейв есть. И, конечно же, Лайт Страйк Эрой. Никс Ассасин. Поволок задние лапы под фонтан. Сильно набили ему его панцирь на сложной линии. И отправляется хилиться. Эра в это время фармит. Эра по ХП вообще не проседает. Фейсбуцы уже имеются. У нас для мейнкерри команды Ниндзи в пижамах. Эра продолжает свой фарм. 28 на 16 у него. 29. 27 у Шторм Спирита. Та же история. Фраг в фраг. Койква не добил крипа. Позор. Ты бы еще и этого пропустил. Койква себе приносит Солринг. Йонасом Фан. 0-0. Как было, так и осталось. По крипам. Магнус такой терпильный ужас просто. Никс Ассасин. Та же история. 0 убийств. 0 смертей. 0 убиток крипов. 0 заданайна. Ну и экспы. Вообще тут кот наплакал. Второй левел еле-еле получил здесь флоу. И всего. В принципе. Больше ничего. У Йонаса Фана дела немножко получше. Третий даже близко к четвертому. Не так сильно Магнуса здесь гоняют. Опять же у Никса на 100 хп меньше. Никса попроще немножко наковыривать. Как-то без драк. Идет команда. 5,5 минут сыграно. Тим Тинкер по золоту выигрывает 600. По экспе. Чуть-чуть проигрывают. Ну и что? И ничего не происходит. Ничего не происходит. Давайте думать, что нас вообще может здесь ожидать. Нас здесь собственно ждет появление ульта Джаггернаута. И Мистик Флэр Скайрос Мага. Все это пойдет у нас в Риверс Полярити от Йонаса Фана. Поэтому надо ждать 6 левела. Масс файты будут скорее всего с его появлением. Так драться тут вообще. Не поймешь, что это будет за дракой. Если вдруг она случится. Ну конечно же Никсу здесь надо 6. Ну куда тут? Хотя бы 3 получить бы Никс Ассасин. У Карапаси в 1 качнуть, чтобы не зацепили. Ну что, и в итоге Лимб отошел у нас от смерти. От руки Блэка. Не подставляется. Понимает, что Медуза с ним шутить не будет. Блэк там вообще очень просто все решил. Мистик Снэйк запустил в Лину. И Ферст Блат забрал. Просто без дополнительных ганков, без помощи. А от кого там помощь в принципе? У нас вокруг дерева Хэнскин гулял вместе с Тренд Протектором. Вместе с Пинг Пандой. 2 минуты водили хоровод. Отмечали китайский Новый Год друг с другом. Еще и запоздалый. Конечно там без помощи. Ну там никакой помощи. Ну что, есть уже. У меня слэш у нас у Джаггера. Решил выйти у нас на Флоу. Флоу в итоге отправляется подальше. Вот, собственно, Т2 не испытывает судьбу. Ну и Эра просела немножко по ХП. Но это не критично. В принципе, есть чем отъедаться. Хилингвард тоже имеется. Если сейчас забрать Флоу, то в принципе можно и потом тем же Хилингвардом похилить всю команду. Ну и все. Тауэр забирают. Хэнскин не смог добить Тауэр. Эра тоже у нас немножко провтыкал. Ну и потеряли первый свой Тауэр игроки команды Тинкер. По золоту не по 500 выигрывают. По ХП выигрывают 600. Все это тоже для шведского коллектива. Силкит готовится опять цепануть у нас Флоу. Эра не рискнет, я думаю, мне слэш давать. Хотя почему бы и нет. Хилингвард стоит. В принципе, можно так и Т2 спушить. Если никто не придет помогать, то Т2 должен падать. Здесь вкилятся все крипы. Машинка стоит, бьет. Ну и все. Сейчас начнет Тауэр проситать по Хеллспойнтам. И надо уже кому-то сюда перетягиваться. Блэк уже здесь. Стоунгейтс у него есть. Восьмой левел у Блэка. И все. Пришел взрослый дядька. Решил спасти хоть как-то Тауэр. Потому что Флоу не может просто-напросто подойти. Ощущение, что у него 12 хп там, а у всех игроков Радианс. То есть боится Никс Ассасин просто... Как к атомной войне команды НИП. Но есть чем цеплять. Есть Сайланс для Скайра Смага. У Скайра Смага есть у него же замедление. Есть замедление у Хэндскина. Такое, что... Офлейнер команды Тим Тинкер просто-напросто не выживет. И Омни Слэш у Джаггернаута. Тут Карапаси, не Карапаси. Все это абсолютно фиолетово. У Магнуса РП уже появилось. Юнусом Фан 6 левел, а Никс Ассасин 4 с копеечками. И то, потому что сейчас дали хотя бы понюхать крипов у нас Никс Ассасину. Тренд протектор 2. Лина на мидлейне мы видели 8 с копейками. А на верхней линии Койква у нас уже имеет пол девятого левела. И полторы тысячи налички. Пауэр Трэдс, Сол Ринг и Нул Талисман для Койква имеется. При таком фарме, в принципе, никто ему не мешал. Койква в ранние артефакты должен выходить. Собирает себе Сол Ринг. После этого идет в Обливент Став и готовится выйти в Оркет. По факту у нас Койква. Тинкера, конечно, вроде и классно отстояли на всех лайнах. Но дико просел по Экспириенсу здесь Никс Ассасин на нижнем лайне. Поэтому вообще по Экспириенсу Тинкера должны проигрывать. Ну да, Тинкера... Нет, Тинкера, кстати, вот сложную проиграли сильно. А на других лайнах свое заработали. Почти 800 выигрывают по Экспириенсу. По голде. 250 тоже в пользу коллектива Тинкер. Ну что, Юнусом Фан у нас поймал здесь Койква. Фингер оф Дэс на дорожку от Пайлайдая. 2-0. Тим Тинкер отрываются от своих оппонентов. 10 минут сыграно. Графики мы с вами видели. Давайте пройдемся по вещам. У Медузы из последней коллекции. Фейсбутс, Рингов Аквилла, Бент Фелвинскин. Ну и 450 на руках у Блэка есть. Никс Ассасин кое-как на тапок себе насобирал. Ну и чуть-чуть осталось дотикать до Арканбутсов. У Тренд Протектора 830 поверх тапок. У Шторм Спирита мы уже видели. 620 тоже на руках у Койква появляется. Ну и у Леона только Бутсов Спид и 1300 есть. В принципе, на Транквил уже хватает. Может, Пайлайдая даже рискнет у нас. И изначально выйдет в Даггер. Если никто, конечно же, не будет ему жизнь портить. У Магнуса. У Магнуса, у Магнуса. Беда у Магнуса. Беда и полнейшее уныние. Йонус Умфан. Я подумал, что где-то Даггер ему летит. Какой-то Даггер, Боттл и Бутсов Спид и 200 по голде. И все. Йонус Умфан в итоге терпит. И Эра проседает от крипов. Эра-то может и слиться здесь. Если бы не Хилингвард. Вообще беда бы. А вот теперь с Эрой можно и поговорить. Ревест Полярити. Вот Йонус Умфана. Просто засейвить своего вообще нерадивого Джаггернаута. В итоге отогнали команду Тим Тинкер. Ну, счастье Эры, что у него все великолепно. С реакцией успел включить Блэйд Фьюри. Потому что уже летел туда Шторм Спирит. Если бы не Блэйд Фьюри, Койква должен был бы мейнкерри команды не прозваливать. Блэйк отправляется дофармливать все, что там не дофармил Джаггер. Так, опять же, Джаггер с Магнусом отправились на вражеских хэншентов. Что они вообще себе думали, непонятно. Что Эра, готов выйти на Пинг Панду. Омни Слэш пошел в Тренд Протектора. Забирают здесь Тренд Протектора. Стоунгейс от Блэйка. Хэнскин должен здесь примерзнуть. Да, Хэнскин примерз, но Блэйк вообще на лу ХП здесь и бежать. Даже на Мистик Снейк не хватает маны. Медуза подальше отсюда. Блэку ни в коем вообще случае нельзя умирать на ранних этапах. Медуза тут вообще по факту не должна умирать. Так, Хэнскин у нас на лу ХП. По Т1 команды НИП. Улетает отсюда Койква. Маны у Койквы очень мало. У Лимпа есть Лагуна Блэйд. Но тут опять же, тут Тренд Протектор повесил у нас Лингармор на Койкву. Это и останавливает у нас Лину. Ну и все, и Койква должна отсюда уходить. Все, бежать, бежать, бежать. Еще раз бежать. Зевс ульта. В итоге одним Пинг Пандой отделалась команда Тинкер. Потеряли только саппорта. И саппорта самого дешевого из всех, который мог бы быть. Четвертый левел Тренд Протектора на 13-й минуте по Нетворсу. Он тут где-то делит один мусорник со Скайра с магом. Вообще тут полнейшая бомжовая ситуация. Что у одного, что у другого. Поэтому не такой уж и серьезный куш сорвали игроки команды Ниндзи в пижамах. У Йонаса Фанна до Даггера еще собирать и собирать. И Даггера нет и возможности приобрести. Этот Даггер тоже у Магнуса не имеется. У Лимпа готовится выход в Йоул. Войдстоун уже приобрел себе Лимп. Осталось... Осталось 1300. 1320, если быть более точным. У Пайлайдая почти готов Даггер. Ну, то, о чем я говорил. Не трогали у нас Леона. И Леон получил возможность насобирать не на Транквилы, не на Эконом вариант, а на нормальный серьезный артефакт. Такой как Даггер. Пожалуйста, все. Пайлайдая уже у нас с Даггером. Надо приобретать, нести себе вот... Вот он. Вот эта красота для Леона летит. На 14-й минуте все нормально. Саппорт Леон вроде бы вообще ничего толком не делал. Да, один фраг тут у кого-то украл. А потом дали Пайлайдаю время и возможность на линии насобирать левел, получить необходимый фарм. И теперь у команды Тинкера есть Даггеры. Я думаю, что они будут диктовать, где и когда драться. У Магнуса Даггера нет. И пока Даггером вообще не пахнет. Еще тысячу... Да, куда там тысячу. Аркан Буци для Носомфана. О Даггере, я думаю, в ближайшие минут 7-8 можем забыть вообще. Если до 23-й минуты соберет, это будет для Магнуса великолепно. У Блэка уже есть Яша, есть Фейсбуцы, есть Ринго Факвила. Есть также Боттл, Мэджик Вонт и почти 900 для Медузы на руках. Ну, Медуза скорее всего оставит здесь Яшу, я думаю. Блэк дальше пойдет собираться в Скаде. Так обычно и бывает. Как пойдет, короче. То есть получится с одним Яшей бегать, будет бегать Медуза с Яшей и сверху соберет Скаде. Не получится, соберет Манта Стайл и хоть как-то будет тут и в Эдди. Тот же ульта Джаггернаута, все это, конечно, будет весьма-весьма полезно. Ну и опять же, Манта Стайл здесь в любом случае нужен. Да, это круто, конечно, получать статы от Скаде. Ну, с другой стороны, здесь есть Сайленс от Найт Сталкера. Здесь есть Сайленс от Скайра Смага. Это не самые вообще приятные вещи. Пинг Панда. Йонас Мфана не забрала. Где Семечка? А Семечка у нас в другой игре вообще. Тренд Протектор пока что без данного спыла. И Лина забрала здесь Койкву. И дальше бежит команда Ниндзи в пижамах. Быстрее, быстрее попытаться забрать Т1, пока нет Койквы. Байбекаться с Шторм Спирит не будет. Байбекаться попросту нечем. Готовы забрать Т1 игроки команды Ниндзи в пижамах. Если будет здесь Глиф, то просто, чтобы время отнять у Нипов. Глиф даже не юзает команда Тинкер. Просто их харило. Йонас Мфана поймали. Фингер оф Дес в него. И Блэк забирает еще один фраг для себя. У Блэка все великолепно. По Найт Ворсу Блэк практически первый. Да, он проигрывает Эри, но Эра всю игру фармил. Эра вообще у нас здесь не файтился, не умирал, не убивал. Ну да, там один фраг есть, но Тренд Протектора забрать, это вообще не сложно. Тренд Протектор в дерево мог бы врезаться и умереть. И что теперь? Дерево должно гордиться этим. Нет, Тренд Протектор слабый до ужаса просто. Весь Ливен Кармор в тиммейтов посылает. Семечку не качал. Тут, собственно, бедняга Тренд Протектор вряд ли у Пинг Панды появится хотя бы минуты до 30-й Аганим. Слабо в это верю, потому что Тинкеров вряд ли ждет вообще здесь легкая и безмятежная жизнь. Все-таки нормальная комбинация, если будет от Силкида и Йонаса Мфана. Я думаю, процентов 60-70 хп каждому игроку Тинкеров снимут. Кто будет, попадет у нас под Риверсполярити и Мистик Флеер. А там дальше Джаггернаут, а там дальше Лина и отстреливать одного за другим. Это не проблема совершенно. У Йонаса Мфана до Даггера еще собирать и собирать. Радиент Боттем Тауэр под атаком. У Джаггера уже есть Яши, есть Алтимейт Орб. И Эра себе рецепт на Манда Стайл уже несет. Все, в принципе, манта для Эры готова. 9000 общий Нетворс опережает у нас на 400 Медузу. Так, Блэк, Стоун Гейз, Хэнд Скин бежать отсюда. Не поворачивайтесь к Медузе, она страшная. В итоге Примерс у нас Хэнд Скин. Ну, я думаю, это просто ради веселья. Джаггер в это время расковырял Никс Асасина. Команда НИП сокращает свое отставание. 3-4 становится счет. Молодцы, можно выходить теперь на Мид Лейн. Ну и давить преимущество численное превратить в преимущество по снесенным товарам. Нижний лайн уже подпушили. Т2 тут стоит наполовину битый. Т1 на топе тоже забрали. Т1 на Мид Лейне, я тоже, думаю, своего часа дождался у нас. Блэк без Стоун Гейза врываться некому. Если у команды НИП есть все-таки Магнус, который готов ворваться, разультиться и всех собрать, и начать файт для команды НИП с преимущества, то у команды Тим Тинкер нет ничего подобного. Тренд Протектор с этим Овергроус, это смешно просто. Ну и Эра топчется возле Рошана, пока не заходит Пинг Панда. Овергроус сразу на двоих. Класс, пацаны постояли здесь в корешках. Такие несчастные, прям ужас. Силкит на лоу ХП. Койква врывается, исправил ситуацию. Быстренько отправили Скайра с Мага в таверну. Хэнскин туда же, дальше за Эрой. У Эры Омни Слэш еще 40 секунд не будет. Блэйд Фьюри бежать отсюда Эра. Эра с собой ТП не носит. Бейте его палками, я не знаю. Тыкайте в него пальцами. Лимпа развалили. Дальше за Йонасом Фаном. Триплкилл уже от Койквы. Койква на лоу ХП, но живой. И ультракил, скорее всего, от Койквы. Ультракилл для Шторм Спирита. В одном файте дали Койкве наубивать всех, кого только можно. Тренд Протектор живой. Это просто праздник. Это пара отрахитов. У всех все получилось. Через... Я даже не знаю. Через физические отклонения вперед к светлому счастью. Но Тренд Протектор, правда, очень слабенький был у нас. Очень слабенький. И в итоге Тренд Протектор здесь зарабатывает седьмой левел. Получает еще кучу денег. Все, что накапало ему от ассистов. Да и просто как-то самоутверждается. Тренд Протектор понимает, что можно драться в файте и не умирать. В тот случай, что, а что если я скажу тебе, что в файте можно и не погибать? Так вот, Тренд Протектор теперь это знает. Ну, Койкве не дали получить здесь рэмпадж. Зато ультракил это тоже неплохо. Уже есть Митрил Хаммер. И готовится выйти в Блэйкинг Бар у нас Шторм Спирит. Я думал сразу же, Соул Бладстоун появится для Койквы. Койква немножко поскромничал. Флоу уже с Даггером. Есть у него Аркан Буцы. У Магнуса пока что Даггера нет. И Курьер Рэддентов. Где ты, бедняга? Где же эта милая Сова? Сова у нас развалилась под Сикрет Шопом. И виноват в этом никто другой, как Койква. Самый надоедливый теперь для команды НИП игрок. У Койквы 5-1-1. Четыре фрага последних он сделал вот-вот в файте. Уже есть Огр Клаб. Есть Митрил Хаммер. Койква готовится выйти в БКБ. И такими темпами БКБ появится скоро. Манна Регена хороший. Лес Койкве отдали. Ну и через Ремнанты и Оверлоуд достаточно быстро лес будет фармливаться. А команда НИП... В это время тихонечко перебирается к Рошану. Смотрим на Вижен. Тинкера об этом не имеют ни малейшего представления. Может попингуют, может не попингуют. Чё толком непонятно. Да и врываться некому. И Трэн Протектор приобретает гем здесь. Всё, Роху забрали. Джаггер забирает у нас Эйджис. И что? И можно идти драться. У Джаггера появляется Блэйд оф Алла Крити. Эра собирается... А что ты будешь с ним делать? Куда это всё? Это скорее всего... Да, это диффуза скорее всего для Эры. Так и есть. Что Яша? Я подумал Сэнджин Яша. Зачем Сэнджин Яша, если в Монтостайле один Яша уже имеется? Да, это конечно же диффуза для Эры. Потому что есть кому здесь резать ману. И один, и второй, и пятый, и десятый. Всех надо оставлять без маны. Джаггер должен будет этим заниматься. Потому что кроме него попросту некому заниматься данным делом. Лина у нас погибает. И погибает также Никс Ассасин. Один в один закончился файт, который я не увидел. Ну и вы тоже, извините, не увидели. Медуза всё-таки приобретает себя в скаде. Далее возможность Блэку фармить. Всё, Яша у нас остаётся пока что до лучших времён. И алтимейт арбы превращаются в скаде для Медузы. И у Магнуса. Парарам 23 минуты давал я Магнусу. Он опередил мои графики где-то на 30 секунд. У Йонаса Мфана появляется даггер на 22 минуте 30 секунде. Красавчик, перевыполнил план. Всё, в принципе, великолепно. Одиннадцатый левел. Второе реверс полярити. Главное где-то кого-то поймать. Даже несмотря на то, что НИПы сейчас сильно проседают по экспириенсу, по голде. Тысяча с копейками по золоту, по экспе 3 с лишним. В пользу тинкеров. И последний файт был в пользу тинкеров. Но так по вещам смотришь, по артефактам. И не сказать, что сильно у нас НИПы горят. Ну и оно и по графикам видно. Да, этот удачный файт. Да, там Койква действительно зарешал. Тут не только позиция команды тинкера была удачной. Но и Койква своими руками сотворил маленькое дота-чудо. Встреча у нас. Флоу на хосте. В Виндете. Подожгли здесь. Силкида через Виндету. Ну и Пайлайдай. Разваливается Эра. Дальше у нас за Флоу. Никс Ассасин. Даггерраут. Как можно быстрее. Все. Ливенгарморт на него повесили. И убегает у нас Никс. На собственный Т2. Счет становится 6-10. По итогу файта разменялись один в один. Выигрыша оказалась команда Ниндзи в пижамах. Это по голде. По экспе больше заработали тинкера. У Блэка 1700. После Айф Заскаде. Скорее всего здесь появится Манта Стайл. Собственно рано или поздно эту Яшу хоть во что-то нужно превратить. Ну и. Понятное дело что для Медузы оптимальный вариант это Манта Стайл. Да и для любого игрока. Против которого играет Найт Сталкер. Скайрос Маг. И Джаггернаут. Очень важный артефакт этот Манта Стайл. Лимп. Под ноги Блэку. Лайт Страйк Керри. Драгон Слейв. Блэк живой. Как будто ничего не случилось вообще для Блэка. Нас Кюри привозит у нас Блэка под Т1. Пошел реверс Полярити. Перед этим успел Стоун Гейз провязать Блэк. Йонасом Фан на лоу ХП. И Блэк отсюда не отпускает у нас уже Йонасом Фана. Лимпа тоже расковыряли. Минус 2. Минус 3 уже делает. Игроки команды Тинкер своих двоих потеряли. Блэк по Эре настреливать. Еще один удар. Эру можно забирать. У Эры, правда, есть Эйджис. Теряет Эра у нас камешек Рошановский. Ихэнский на лоу ХП Блэк. Даблкилл в этом файте. Доминейтинг стрик для Блэка. И Эра встал и бить крипов. Ладно. Крипы виноваты прям в том, что вся ваша команда ватная рассыпалась. 5 фрагов сделали Тинкер в данном файте. Один из них, правда, не денежный. Джаггернаут у нас просто потерял Эйгис и после него встал. Но в любом случае, минус 5 Тинкера сделали. 5 в 3 подрались по золоту. Немножко тут свое положение укрепили. Сейчас графики обновятся. Я думаю, за 2000 перешагнет Тинкер по Экспе. Где-то к 4 тоже должны добираться. У Блэка уже есть Манта Стайл. И еще там на сдачу осталось 300 голды. У Пайлайдая стаф у Физердри уже готов. Скоро появится Форс Стаф для Пайлайдая. У Койквы есть БКБ. Это все после Оркида. Койквы немножко успокоился после того ультракилла, который был Пинг Панда в инвизи за Эрой. Ловить не стоит, наверное, Эру. Все-таки у него есть темный слэш. А Овергроус просто его немножко раззадорит. Джаггер готов, я так понимаю, драться. Силки ткнул Вард. Пинг Панду не видит. Вот теперь Пинг Панду видит. Вард разбивает Пайлайдай. Врывается у нас на Эру. Пытается Блэк у нас настрелять по Эре. Стоунгейтс прорезал Блэк. В Эру. Эра готов здесь драться. Драться Эра, Эра. Омни слэш надо было юзать как можно быстрее. В итоге Эра у нас без маны. Но уходит живой отсюда, но уходит. Блэк на фулл ХП. Две тысячи по голде есть у Блэка. Хотя только-только появился Манта Стайл. И там было всего-то 300 копеек. Теперь Блэк опять у нас на коне. Ну и Блэк по фарму скоро обгонит Эру. Медузе не так сложно фармить. Ну точнее Медузе гораздо проще фармить, чем Джаггеру. Медузе гораздо проще фармить, чем кому угодно вообще. Я даже не знаю, кто по фарму проще, чем Медуза. Разве что Тинни с Аганимом. Просто рейт клик и все. И все вокруг умирают. Даже Луна. Не такая там на Луне не всегда еще доконтролить. Можно все эти Глэйвы, которые от нее летят. Все эти отскоки. У Койков 2-100 после Блэк Кинг Бара орки тоже имеются. Сол ринг есть для шторма. Ждем выход в Бладстоун. У Медузы 2-400. Только-только был Манта Стайл. Уже 2-400 по золоту у Блэка. У Джаггера Манта Стайл есть. Алтимейт Орб для Эры. Готовится выйти в Айов Скадди. Есть Диффуза. Есть Манта Стайл. Пока что Диффуза не юзал Эра. Даже удивительно почему. Потому что файтов уже 2 или 3 было. Думал на смок собирается. Команда Тинкер. Ни у кого смоков нет. Жалкое. Ну бьем. Медуза очень ровно идет. У нас Джаггернаут там прям. Поинт в поинт. По фарму. Идентично. Ну где-то там если есть выход на миллисекунду какую-то. Вот и опять Джаггер у нас вплотную. На расстоянии одного крипа максимум. То один, то другой отдаляется. Так. Поймали у нас Магнуса. Магнуса очень быстро расковыряли в лесу. Быстрее отсюда Хенскин бежать. И все отсюда тоже свалили. У Никса уже готов Юл. Есть Блинк Даггер. Аркан Буци. Все это мы видели. Флоу можно подумать. Кстати о появлении Дагона. После появления важных. Таких врывных и каких-то наступательных артефактов. Можно в принципе и о Дагоне позаботиться. В общем-то Тинкера должны в скором времени повести очень прилично. Сейчас 5 с копейками выигрывают по золоту. По экспириенсу 6 или даже 7 в пользу команды Тинкер. У Тренд Протектора появляется Пойнт Бустер. Пинк Панда все еще тешит себя надеждой собрать Аганим. Может быть к 84 минуте. Но тем не менее. Аганим должен быть. Пинк Панда это прекрасно понимает. Тренд Протектор вещь важная и нужная. И Аганим тут стал прям обязательным артефактом. То есть ульта в любой части карты. Это действительно важно. Да и Вижен тоже совсем не лишний. Потому что позже тратится на варды. Когда у тебя слотов нет. Это конечно проблема любой команды. Ну и у Джаггернаута тем временем появляется Айо в Скаде. Только что против Медузы делать этим Айо в Скаде непонятно. Тут бы какой-то контроль для Медузы. Собрать бы башер Джаггеру я бы тогда подумал бы еще. Так Эра у нас собирается просто по дефолту. Ну не знаю. По этой ли ситуации. Медуза пока выглядит намного сильнее чем Джаггер. Почти 20 левел у Блэка. Уже появляется Иглсон. Блэк готовится выйти у нас в Баттерфляй. Не готовится Блэк выйти. Блэк вышел в Баттерфляй. Сейчас прилетит бабочка. И Джаггер у нас терпеть просто будет. Эра с ДД. Пилит здесь Рошана. Блэка видят. Готовы врываться. В итоге Никс Ассасин крадет у нас Саэггер. Из Эра без Аэггиса прилетает бабочка для Блэка. И Блэк должен здесь разваливать всех кого только можно. Эра. Развалил Никса Ассина. Блэк. Пошел он не слэш у нас в Медузу. Медуза на фулл хп. По дайв скаде. Силкит еще один удар. Анстапа был для Блэка. Эра тоже здесь должен умирать. Ну же. Ну же. Эра живет. 45 хп. Мистик Снэйк настигает у нас в итоге Эру. Ну и Блэк заваливает еще и хэндскина. Это гадлайк для Блэка. Это трипл килл. В этом файте это минус 4 от Тим Тинкера. И точно так же минус 4 от Нипов. Хотя нет. Тинкера-то пятерых забрали. Два раза у нас крякнул Никс Ассасин. Он украл Аэгис. И дальше Блэк еще у нас гнал Магнуса. Поганой метлой. Все. Магнус отправляется на хэгграунд. Блэк в этом файте по золоту и по экспет дофигища поднял. Умирает здесь Джаггернаута. Блэк живой живехонький. У него 22 тысячи общий нетворс. Две с копейками на руках. На Блэка как не посмотришь. Все время при наличке. Вот постоянно. Надо купить какой-то серьезный артефакт. Пожалуйста. Блэк первый. Надо купить, я не знаю, варды или ТП кому-нибудь. Блэк говорит, что у него нет денег. Он фармит. Короче говоря, Медуза, скорее всего, надерет здесь все зады команды НИП. Я думаю, набрала она слишком серьезные обороты, чтобы ее можно было кем-то остановить. Раскасты какие-то серьезные по дэмэджу. Медуза переживает. На диффуза Блэку тоже, в принципе, плевать. Здесь 1750 монопоинтов. Там Джаггеру пилить и пилить надо в это время, пока Джаггер пытается убрать у Медузы Ману. Медуза убирает все ХП у Джаггернаута. По золоту Тинкер 6000, по ХП немного, по ХП всего 3000 в пользу команды Тинкер. Уэри 2600. Так, у нас готовится драка здесь. Ну, драка закончилась очень быстро. Никс Ассасин в итоге забирает Магнуса. Пайлай, да, здесь Фингер оф Дэс. Из Виндеты вышел у нас Никс Ассасин. Все. Все очень просто. У Микса практически 16-й левел и 3-я Виндета скоро-скоро появится. Через 2 секунды будет обычная Виндета. В принципе, что Флоу тянуть. Нам можно и в нее сейчас заходить и кого-то попытаться найти. Так, пошел у нас врыв от команды Тинкер. По Т2, Блэк начинает настреливать по Тауэру. 2-100 на руках у Блэка после демо Неджа. Медуза готовится выйти, думаю, что в МКБ, наверное. Да, МКБ, потому что здесь Найт Сталкеры и промахи могут быть. Блэк сразу же решает этот вопрос. Остается до МКБ вот эта пачка у Эншентов. И все. В принципе, 200 по голде здесь должно быть. Все, для Блэка уже должен быть готов Манки Кинг Бар. Бладстоун для Койквы. Ниппы под смоком. По своему лесу искать на Эншентах кого угодно. Пинг Панда здесь уже не жалеется, если вдруг его увидят. Кстати, что это такое? Это аганим на Хэнскине, как я понимаю. Да, аганим есть у Найт Сталкера. Смотрю, двигающееся светлое пятно на мини-мэп. Как видите, Хэнскин готов идти первым. Здесь Койкова, здесь Трэнд Протектор. Недалеко у нас Никс Ассасин. Если команда Нипп орвется, команда Нипп умрет. МКБ для Медузы уже прилетел. Блэка здесь видят. Прилетает у нас Блэк в толпу врагов. Миссик Флэйр сразу же под ноги. Блэка разобрали. Убивает также Леона. Врыв отличный от Ниппов. Здесь половину вообще дела сделал Юна Сумфан. Просто притащил у нас Блэка куда только можно было. Магнус, РП. В одного Пинк Панду. Оно того стоило вообще. В итоге потеряли Риверс Полярити и не забрали Трэнд Протектор. Он фуловый и отсюда уходит. На что рассчитывала команда Нипп непонятно. С другой стороны забрали Медузу. Это очень важно. Флоу. За Хэнскином. Просто подкоп из Вендеты и Блинкаут отсюда. Какой-то маленький трус. Бросил камень в спину и бежать. Форстаф появляется для Скайра Смага. И по-моему Магнус примерно в это же собирается. Нет. Юна Сумфан вроде бы собирается у нас в Юву. Сейчас посмотрим. 900 есть уже по золоту для Магнуса. Чуть-чуть позже увидим во что он все-таки выйдет у нас. Трэнд Протектор от Пинк Панды. Йонасом Фана видит. Вижен свой поставил. Флоу готовится выйти у нас на Магнуса. Подкоп пошел по Магнусу. Магнус скорее всего здесь умрет. Да, умирает Магнус. В итоге Хэнскина тоже могут ловить. Пинк Панда. Овергроуз в одного Найт Сталкера. Ну что такое? Один лучше другого. Поставили Синий Вард. Пинк Панду не могут отсюда выпустить. Нет. Уходит. Уходит у нас Трэнд Протектор. Быстрее через деревья. Теперь ТП Аут. Все. Пинк Панда отправляется под собственный Тауэр Хилица. Под собственный Фонтан. У Шторма как было 8 зарядов, так и осталось. Койква что-то прекратил у нас экшен. Перестал участвовать в файтах и поэтому страдает. Не только Койква, но и вся его команда. Потому что не нафармленный Шторм Спирит это горе в семье. Две Стоун на руках есть после Бладстоуна для Шторма. В принципе Койква не лишним будет в Хекс здесь выбраться. Сразу же врыв на Хендскина. Ну наверное оно того стоило. Еще один заряд в Бладстоун. 29 или 31 манно-реген в секунду. В принципе Койква себя неплохо чувствует на данном этапе. Давайте глянем на Медузу. У Блэка 1400 после Манки Кинг Бара. 4, даже 5 слотов уже есть у Блэка. Надо просто продать здесь Боттл и приобрести что-то помощнее, посерьезнее. РП от Йонаса Мфана по двоим. Флоу на лохэп. Блэк под Мистик Флеером. Блэк должен здесь умирать. Омни слэш от Эры. Эра забирает у нас Блэка. Фармил в Блэк. Фармил просто классика вообще любой команды, в которой участвует Блэк. Он всю игру фармит. Он самый сильный, самый крепкий. Потом ребята... Ой, не получилось. Конечно не получилось. Еще бы в соло вырвались на четверых. О чем Тинкера думали непонятно. В итоге Эра забирает Т1 по... Т2 точнее по мидлейну. Дальше файтится. На Джаггере есть Эмпавер. Значит можно бить все. И Таура, и Крипов, и Крипов, и опять Таура. У Эры нет Даггера. Но у Эры, кстати, 4 слота тоже имеется. С Медузой относительно ровненько идут. Но по-прежнему 26 тысяч для Эры и 25 с половиной для Медузы. И не уходит команда НИП. Они готовы сносить мид дальше. Ну так оставайтесь. Чего, ребят? Оставайтесь. НИП на Рошана. А Эги заберут, снесут как минимум одну сторону. Мне так кажется. Блэк и правда всю игру фармит. А по факту Блэк какой-то пшик из себя сейчас. Представляет? Да, у него много киллов. Он годлайк стрик имел. Но его время может быть даже прошло. Хотя вообще Медуза вроде как не контрится, я слышал. Все в принципе контрится. Лимб. Чуть было не умер от страха. Из-за Никса Ассасина. Флоу должен бежать. Отсюда Карапаси провязал у нас Флоу. Ну и флагу на Блэйд спину. Все, развалили у нас Никса. Тим Тинкер. Бедняжки, бедняжки. Не туда вы залезли. Эра, даблкил. Нет, один килл в этом файте. У него киллинг спри уже есть. И что? В итоге врыв от Тинкеров оказался просто провальнейшим. Вот и все. Где там Блэк? Линкенсфера появилась для Койгвы. Блэк в это время стоит под собственным хайграундом. У него две тысячи есть по золоту. По артефактам всего предостаточно. Надо только свиток портала выложить и переобуть фейсбуцы в Boots of Speed. Думаю, Блэк об этом прекрасно понимает. Но тем не менее, пока что не покупает. Готовится на байбэк. Точнее, оставит, собирается деньги. Надо еще сто копеек насобирать Блэку. Йонасон Фан на скьюри. Блэка, Блэк. Стоунгейз провязал. Эра разворачивается. Не собирается разговаривать у нас с Медузой. Эра бежать отсюда как можно быстрее. Правда, Эджис есть у Эры. Тут можно и не потерять его. Эра ждет, когда собьют ему Эгис. Можно будет в БКБ встать и драться. Лину разобрали. Минус 4 уже сделали и Тинкер. Ну так Эра в Соло расковырял здесь тренд протектора. Дальше за Флоу. Омнислэш есть же у Эры. Так Юзай. Еще и минус Леон. Эра так и не провязала. А нет, провязала у нас Омнислэш Джаггер. Даблкил делает на данный момент у нас Эра. И отправляется в таверну. Минус 4 от команды Тинкер. Не пов. Всем составом здесь должны загнать. Флоу, правда, здесь скорее всего догорит. Койква. Киллинг спри. Флоу на лоу. ХП нет. Выживает. Флоу. Минус 2 сделала команда Нипы. Минус 6 сделали Тинкера. Ой, как классно. Отлично. Спасибо, Дота. Отлично. По графикам сейчас глянем. А Тинкеры-то не проигрывали по золоту. Они выигрывали 3000 до этого. По XP немножко просели. А так, в принципе, не проблема была. 3 800 у Блэка. 2 100 на руках у Шторм Спирита. Койква подутих, конечно. До этого посерьезнее выглядел. И ультра килл этот вполне заслужен был, как по мне. Парень старался, ну и получил по заслугам. Но сейчас Койква не жжет у нас на карте, это точно. Зато Крипов фармит великолепно. Ну как-то без файтов. Тим Тинкер не собираются выходить на лоу-граунд. Боятся, что подставятся где-то под Нипов и где-то замаячит вылет из турнира ESL-1. Жаггер на 1700 проигрывает Блэку. Но что-то мне кажется, что в соло Джаггер может Блэка разорвать. Готовы врываться, как я понимаю. У Джаггера уже имеется все необходимое. Осталось, ну и не знаю, продать Муму и вместо него купить Сатаника. Так, в принципе, Джаггер у нас укомплектован очень здорово. Первый догон у нас для Никса Сасина еще немножко осталось до следующего рецепта. В принципе, все уже практически готово. Будет ли оставлять на байбэк себе Никс, это вопрос. Сейчас увидим. Ульта от Найт Сталкера. Просто, чтобы обезопасить свою команду. Потому что понимали, что где-то рядом Тинкера кого-то они там собираются выцепить. Ну, заходят в бок команды Нип. Флоу должен бежать первым. Хэнскина видит. Удар из Вендеты. Где это все? Сразу подкоп дает у нас Флоу. Врывается Койква под БКБ. Силкидес. Бот Сайленсом разваливается. Хэнскина тоже должны забрать. Блэк. Дерется. РП офигительный от Йонаса Мфана. И фулл раскаст туда в РП. Вот это Нипы разорвали. Доминейтинг стрик. И минус 4 в данном файте Эра. Яж проснулся. 6000 на руках у Эры. Вот это подставились под РП. Оно реально того стоило. Спали-спали 45 минут. И разбудили и себя, и тинкеров, и всех-всех-всех на свете. Что выкупается у нас Блэк. Выкупается Никс Ассасин. Выкупается Леон. Они бы как будто этого ждали. Все быстрее под Тавер. Хилиться под Фонтан точнее. Покупать все что только можно. Я не знаю что. То недвижимость, золото по этому курсу денег. Уйму вообще заработали тинкеров в данном файте. Тут графики обновятся. Увидим. Ну и по экспет тоже должны были много отковырять. 6500 Уэры на руках. Один РП просто положение тинкеров, по-моему, поставил на колени. С 10 тысяч до 2 в пользу все тех же тинкеров, но динамика. Обратите, просто вертикаль в пользу НИПов. По экспе та же история. От 5000 поражения команды НИП на копеечки в плюс НИПов. И что я вижу? Джаггер наут. Вообще под цвет глаз приобретает себе артефакт. Рефрешер орб. Рефрешер орб вместо фейсбутсов. Джаггер бегает у нас без тапка. Классно, а почему бы нет? 48-ая минута. Джаггер может себе позволить. В принципе, здесь в Манта Стайле есть Яша для нормальной скорости бега. Во-вторых, Маск оф Мэднес. Джаггеру позволяет бегать немножко быстрее. И опять же, снимает сапоги. Ноги же у Джаггер наута не отнимаются. Как бегал, так и будет бегать. То есть, просто чуть-чуть помедленней. Он мне слэш провязать это не помешает. Койква блинк аут. Точнее, болл лайтнинг аут. И тэп аут оттуда под собственный фонтан. Ну, я думаю, Медузе стоит задуматься о приобретении какого-то контроля. Этот Ultimate Orb, скорее всего, как мне кажется, пойдет в Hex для Медузы. Кстати, у Trend Protector появляется все-таки Аганим. Да, 45-ая минута. Да, поздновато, но появляется. Могло бы вообще и не быть этого. Узанет рефрешер и выкинет его. Да, я бы поверил в этом. Просто, что... Просто, что фазов уже как бы нет. Зачем юзать рефрешер и выбрасывать его, если у тебя нет фазов? Здесь как-никак. Есть плюс 40 урону и реген здоровья, и маны. И всего-всего достаточно. Лишним не будет. Это 100% вообще. Есть Мум, есть Яша внутри Монта Стайла. Скорость бегов у Джаггера 335 сейчас. Давайте посмотрим, кто там... 390 у Шторма. Так, ну что, Пайлайдай врывается у нас в лимпа. Подкоп по двоим. Флоу еще по двоим подкоп. Ну и здесь Койква просто неугомонный лимп. Под БКБ бежать. Флоу забирает у нас лимпа. Где Джаггер? Где? 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 Не вижу. По Блэку Эра. Ну что, Эра решил подраться у нас в соло против Блэка. Уже 2 умни слэш у нас от Эры. Блэка должны забирать. Хотя Койква прилетает на помощь. Джаггера разорвали здесь. Магнус выкупается. Куда ты, Магнус? Куда ты, роднуля? Минус 3 делает команда Тинкер. Я... Нашли чем ответить. Магнус. Дузе рефрешер не нужен. Она просто идет и лупит с руки. У Блэка 3 с... 3 с копейками на руках. Я думаю, что... В принципе, до Хекса немножко совсем осталось Блэку. Скорее всего, это будет Хекс. Все-таки у Джаггера... БКБ не вечный. И того же Магнуса ловить. Да кого угодно. Лину ловить. Всех можно ловить в Хекс. Койква, прочекать Торшан. 25-й левел Койква. Давайте вообще глянем, кто у нас там еще 25-го-то. Джаггернаут, Койква и Блэк тоже 25-го. Остальные 23, 21, 20 и ниже. Байбеки просили показать. Пожалуйста, байбек только у Джаггернаута. Больше ни у кого не имеется. Ну что ж, Шторм Спирит просто забирает Магнуса здесь на мидлейне. Через выход Флоу из Вендеты. Насколько я могу судить, забрали Магнуса. 13 секунд еще не будет Джаггернаута. Как-то в никуда там. Я видел, он мне слэш и в Крипов пошел. И еще куда-то. Ну, Джаггеру в таком случае и Аганим тут не лишним будет. Хотя куда Аганим тут? Тапки выбрасываются, потому что... Потому что неудобно вообще. Рук не хватает. Джаггеру все с собой унести. Ну и Эра опять же тут хорошо должен себя чувствовать. Все-таки М-Повар от Магнуса позволяет отпушить любую линию. И может даже от мега-крипов спасти команду НИП. Если вдруг до этого ситуации дойдет Роха, в это время падает для Койква. Две пятьсот по золоту у Койквы. Это все после Шива с Гвард, после Линкенсферы. 16 зарядов в Бладстоуне. Шторм Спирит отличная боевая единица. Тим Тинкер давят дальше. Это до первой ответной реакции команды НИП. Ждем Магнуса. Сегодня как-то на удивление хорошо все получается у нас у Магнусов. А именно я говорю об оффлейнере команды Ниндзи в пижамах. Йонасом Фане. РПшечки все ровные. Да, 0.11.10 конечно идет Йонасом Фан. Но не в этом суть. Суть в том, чтобы были классные РП. Был постоянно Эмпауэр на Джаггернауте. Ну и привозить целый стадион игроков команды Тинкер почаще. Блэк на мидлейне. Дерется с иллюзиями Джаггернаута. У самого Джаггера есть ульт и есть Рефрешер Ор. Уже откатился. Эра под Эмпауэром. У него куча дэмэджа. Где, кстати, Магнус? Еще раз бы. Четыреста двадцать с руки у нас бьет Джаггернаут. Просто подходите. Сильно. Подойди любой, Джаггер расскажет любому. Койкова. Врыв на Джаггернаута. Хекс есть. Хекс есть. В Эру вкастовали все, что можно было вкастовать. Забрали в итоге Эру. Есть байбэк у Джаггера. Должен, по крайней мере, быть. Да, так и есть. Будет ли байбэкаться Джаггер? Наверное, стоит. Команда Тинкер не развернется. Койкова в итоге у нас напиливает Т3. Вместе с Блэком. Могут команда Тинкер одну линию точности. Может даже две. Байбэк пошел от Джаггернаута. Ловят Блэка. Поднимают сразу же в ветра Мистик Флеер под ноги. И он сам фан. На лоу ХП здесь Блэк. Как же неприятно делает Блэк. Где Джаггер? Где ТР? В БКБ. По Блэку. Овергроус пошел по всем, кто только здесь был. Блэк на лоу ХП. В БКБ распиливает у нас Блэка. Ну и все. Ответная реакция команды Тинкер. Скорее всего, Тинкера забирают эту игру. И забирают эту... Да, забирают эту катку. Забрали линию. Но тут уже некому просто отбиваться. Байбэков нет у команды. Ниндзи в пижамах. ГГВП. И в итоге у нас все решится в третьем матче данного противостояния Best of 3. Напомню еще раз, это студия игрокам ТВ. У микрофона, друг. Не забывайте нажимать фоллум на нашем Твиче. Заходите в группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Ну и подписывайтесь на наш канал YouTube. У нас впереди еще одна игра в данном противостоянии Best of 3. На этом мы заканчиваем. Поэтому соберите все... Все свои силы, все свои активы. И ждем третью игру решающую. Надеюсь, она будет яркой и запоминающейся как минимум для одной команды. Ну и для нас тем более. Все. Услышимся через 2-3 минуты. Субтитры сделал DimaTorzok